Ребята, вот чтобы вы понимали, почему меня так бомбит насчет мусора. Вот моя машина, вот дорога, по которой мы ездим, вот то самое поле, по которому бегали зайцы. И вот она куча, которой не было. Буквально, когда я уезжала, получается, мне только день не было, вчера меня не было. Да и муж вчера был, если бы эта куча была, он бы заметил. В общем, этой кучи не было. Ее выкинули сегодня ночью. То есть этим гадам мало того, что они вначале выбрасывали, там перерыли здоровую колею, так, чтобы теперь эти грузовики, сволочи, не проехали, так теперь они заезжают дальше, ближе к нашим участкам, они все равно найдут, куда выбросить. Если им тут перероют, они будут на поле, мне кажется, выбрасывать. Вот так вот просто подъехала грузовая машина и выбросила. Если вы думаете, что у вас в городе не так, то вы очень сильно ошибаетесь. Выйдите за город, просто выйдите за город, вам не надо далеко от города уезжать. Это сплошь и рядом. Это Россия, детка. Напишите, пожалуйста, если меня смотрят из других стран, напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела. Но я понимаю, что в Европе, наверное, может быть, ну, то есть хочется верить, что у вас такого нету. А вот в России, не знаю, как в Украине. Мне очень интересно. Напишите, потому что в России я сто процентов знаю. Я много поездила и продолжаю ездить. И бываю в таких уголках, в таких местах, где городской житель не бывает. Хотя у него это всё под носом. А он может думать, что ой, как чистенько в городе. Ну, конечно, в городе чистенько. Они же всё в ближайший загород вот это вываливают. Муж начал мне потихоньку собирать кухню. Пока всё выглядит вот так, не очень. Взяли вот такую вот самую дешёвую мойку. Самую дешёвую. Ну, не знаю, насколько её хватит. Посмотрим. Пока всё новенькое. Такая вот самая дешёвая столешница. Все цены будут... Так, вот тут вот уже какой-то стык. А, просто ещё пока не установил, как надо, наверное. Хотя вот тут всё ровненько стоит. Тут ровненько, а тут какой-то стык. Сифон! Так, сифон. Тут вот уже ящик есть. Надо купить сюда будет... Эту штуку. Творческий беспорядок. Какой беспорядок? Идеально. Муж собирает кухню, параллельно ковыряет смеситель, раковину, да? Нет. Так, кухню собрать было самое простое. Смеситель говно и раковина говно. Вообще всё, что дешёвое, говно. Говорит, не берите самую дешёвую раковину. А смеситель тоже говно? Не знаю. Не нравится мне пока ничего. Если он ещё и потечёт. А в этом вот, в фикс-прессе, я купила вот такие вот ящики. Они складные. Стоят 199 рублей. Вообще, они предназначены как бы для овощей. Но пока вот я их приспособила... То есть вот отлично они сюда вписались. Они, конечно, хлипенькие. Не знаю, надолго ли их хватит, но очень удобные. В том плане, что они раскладываются. Складываются и раскладываются. Сейчас покажу. Вот там вот она защёлкивается. И вот так вот она внутри убирается. Поднимается. Блин, неудобно снимать с телефона. Короче, вот так пока сделаем. И вот так вот он. Вот. Вот. Всё. Вот такой вот он компактный в сложенном виде. Вот видите. Вот я его собрала и могу его поставить вот так вот друг на дружку. Вы не смейтесь, я не прикалываюсь. Это в инструкции так нарисовано. Они встают чётко. Чётко друг на друга. И можно целую башню вот из таких вот ящиков собрать. Очень удобно что-то хранить. Что мне ещё понравилось, что они зелёненькие, а не под цвет шторы. И покрывало, как вы помните. А я тем временем пойду посажу редиску и кинзу. Потому что говорят, что редиска любит холод. Сегодня ещё немного заготовок. Попробовала сделать томатный сок. Получилась у меня двухлитровая банка. И вот неполная пол-литровая. Причём крышка неплотно закрылась и она пропускает. Поэтому я его уже охладила. Будем пить сразу. Закрыла холодным способом огурцы. Огурцов у меня немного. В основном мы их так кушаем. Поэтому закрыла пока только одну баночку. Вряд ли у меня ещё будут. Хочу попробовать укроп. Это свежий укроп. Я его промыла, просушила и присыпала солью. Соль добавила крупную и много. Мне сказали, что укроп сохраняется как свежий. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Но попробую. Потому что замороженного у меня уже и так полно. Но замороженный, кстати, не сохраняет такой запах. Я немного заморозила. Часть я засушила. Потому что у сушёного совершенно другой аромат. И вот решила ещё такой способ попробовать. Как-то так на сегодня. Время 11 ночи. Нам только привезли матрас. Продюс. 140 А нам какое надо было А нам было 120 Да ты чё Что делал в термитеатр? На 130 А, ну 120 Как так-то? Ты же не говорил 140 Я же вижу, что вам больше Е-мое Что делать? Что надо теперь делать? Блин, я смотрю, он большой прям, не вылазит Лишь на 29 145 145 Почему 140? 120 же У нас же, видишь, иначе сразу Паразетку Я не знаю почему 140 ты мне говорил Да? Да Тот-то был 120 Мы с ним ничего не сделаем Ничего не сделаем А у вас прям производство своё Жопа Жопа При чём с огурцами? С помидорами У нас есть Безуси Я не знаю Чем с огурцами У нас есть Не знаю Нахни Я не знаю Нахни У нас есть Нахни Продолжение следует... 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 Продолжение следует...